Как-то небольшое ЧП у нас тут случилось. Я с пиратов внимания не обратил. Только думал, что может как-то, не знаю даже, на кого подумать. Одним словом, пошел в дом, во второй, проверить, как его состояние внутреннее, когда приезжал еще по весне. Тут еще даже трава была поменьше. Все было нормально. То есть были замки целые. Я все открыл. Сейчас захожу сюда. Тут уже сейчас просто весело. Вот я сейчас пошел, потому что должен брат приехать один. Вот я решил подготовить место ему. А до этого, когда весной приехал, я все посмотрел, что все было в порядке. Сейчас вот я постараюсь свет включить. А, тут света у нас нет. Значит, только здесь. Да, вот здесь вот. Где у меня фонарик-то? Фонарик я не взял с собой. Ну, одним словом, захожу и смотрю, тут шкаф открытый. Кое-какие вещи валяются. Вот, и смотрю, куча стекла. А перед этим мне пришлось, сейчас потом покажу, замок спиливать, потому что я не мог замок открыть. Здесь вот топорик лежит. Не знаю, чей это топорик. Даже непонятно. Вот. Вот штуку отодвигаем. То есть, вот она. Выбита. Ну, примерно, где-то вот там, вот там что-то, какой-то в виде следа какого-то между кустами. Может, даже оттуда, откуда-то оттуда шли. Кто это сделал, непонятно. Но явно, что какой-то ворюга, который не боится Бога. И думает о том, что за все это отвечать придется. Что от Бога это все не сокрыто будет. Но матрасы, то, что у нас подвешены и нетронуты, это для него богатством не являлось. Вот. Тут спальни в самой тоже ничего не тронуто. Вот тут, потому что брать нечего. Вот внизу у нас, потому что тут вот тумбочки у меня все были на шуруповерте, ой, на саморезах закручены. То есть, так просто их не откроешь. Нужно иметь шуруповерт или хотя бы отвертку крестовую. Здесь у нас хранятся там эти одеялица от мышей. Подушки мы тоже заталкиваем ее. Вот, что удивительно, что обычно ворочник, подбирая там из цвета металла, вот флягу вот эту маленькую оставили. Главное, и топорик оставили почему-то. я сейчас ходил за камерой, чтобы посмотреть, показать. И там свой этот фонарик забыл. Сейчас постараюсь телефон включить, с помощью телефона посвятить. Вот, у нас тут места писания. справьте пути ваши и послушайтесь голоса Бога. сейчас тут свет выглящу, забуду потом. Так, в этой комнате так-то, в принципе, тоже брать нечего. все вроде бы нормально тут. Вот, а здесь вот такое было. Сейчас покажу. вот у меня висел замок. Вот, его был немножко, видимо, с железками били по нему, не смогли. Вот, он даже пришел на мой голос. Я взял вот эту пилку и пришлось спиливать, потому что ключ не поворачивался, сколько я не пытался сделать это. Сейчас поднимусь наверх, посмотрим, как там наверху выглядит дело. Кто, откуда мог заявиться здесь. Да, Рыжий? Восточки летают. У них, видимо, здесь гнездышко. Ладно, пойду, чтобы их не напугать. Ну, в принципе, так, на первый взгляд, вроде ничего не пропало тоже. Я буду брать-то для вора цены, вообще-то нету ничего. Вот. не посмотришь, трава заросла. Я просто замок-то увидел, что повреждено, то, что вот окно выбито, это я не знал. Это я не знал. Увидел только, когда зашел вовнутрь. Заходили где-то со стороны задов, из-за огородов. Кто заходил, не знаю. Это все на совести этого человека. Добротит его Господь, устрашится он лица Божия. Как говорил Ян Златоуст, слава Богу за все. Слава Богу за все. Аллилуйя.